Сегодня в республике отмечают День работников леса. Профессионалы своего дела каждый год оспаривают награды ведомственной спартакиады. Подробности у Дмитрия Ковалева. Для них спортивная подготовка – залог успешной работы. Победа дается непросто. Один из этапов спартакиады лесничих – стрельба по мишеням. Исход спартакиады решала и сила. Соперником работника Кирского лесхоза стал временно исполняющий обязанности министра экологии региона. Победу в финале турнира по армрестлингу руководитель ведомства уступил. Каждый человек в первую очередь силу черпает от природы, как говорится. Так как наша профессия связана с природой, вот она и силы берет с природы. Это уже не первое выступление здесь на таких соревнованиях. Награды спартакиады оспаривали и футбольные команды. Елена Яковлева встала в ворота, не пропустив ни одного гола. Надежный тыл. Прекрасно понимаю теперь вратаря нашей команды, Экин Феева, что это очень большая ответственность. Мне просто самой было интересно. Первый раз играла в качестве вратаря. Очень даже, знаете, интересно познавать. Ну и победили. Команда ведомства стала лучшей и по итогам спартакиады. Профессиональный праздник – повод подвести итоги работы. Леса республики находятся под надежной защитой. За все лето ни одного серьезного ЧП. Не было зафиксировано ни одного лесного пожара. Оперативно были потушены два лесных возгорания на общей площади 0,5 гектаров. Ущерб лесного фонду не был причинен. Золотая осень – вдохновление для поэтов и потрясающие кадры для фотосессий. Ключевая задача работников лесопромышленной отрасли – сохранить эту красоту. Сейчас в республике работает 11 лесхозов. Среди ключевых задач восстановления горельников отметил глава региона. Мы были очевидцами пожаров, засухи 2010 года. Когда смог стоял, слава богу, мы приняли все те меры, которые надо было принять со стороны органов власти. Оснастить лесопожарную службу. Приобрели в достаточном количестве пожарные автомашины. Оснастили автомашинами патрульные службы. Только в этом году в рамках национального проекта в республику поступило 17 лесопатрульных комплексов. Эта техника необходима для оперативных выездов на пожары. Природа региона уникальна. Ее необходимо беречь и приумножать, отметил Михаил Игнатьев. В питомнике опытного лесхоза выращивают саженцы декоративных деревьев. Каштанковский приживается, туб красный, вот, что нас тоже хотим реализовать. Ель голючая, голубая ель. Креплен татарский, вот, рядом здесь. На сегодняшний день у нас ассортимент более 20 видов. Дарами лесов становятся и целебные травы для полезных напитков. Экологический травяной чистый чай – дары леса, который производится в канажском лесничестве. Состав – листья малины, цветы липы, листья земляники, тысячелистника, зверобоя, мать и мать и химии лисы. Лучшим работникам лесной промышленности в канун профессионального праздника глава региона вручил госнаграды. Дмитрий Ковалев и Павел Оридков. Республика.